Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Тема». И сегодня я бы хотела вас познакомить с учителем года 2013 Белгорода. Это учитель английского языка 7-й школы областного центра Светлана Николаевна Новикова. Здравствуйте! Светлана Николаевна, правильно я понимаю, что именно вы будете представлять город на региональном этапе конкурса профессионального мастерства? Да, по положению именно победитель городского этапа проходит дальше на областной. Поэтому я буду представлять город Белгород. Есть ли несколько слов о вашем участии в конкурсе? Это первый опыт? Да, это первый опыт. Хотя мне предлагали не однажды. Но в этом году я решила все-таки попробовать свои силы. Тяжело было? Я не могу сказать, что было очень тяжело. Было очень волнительно. И груз ответственности, который лежал на моих плечах, мне хотелось как можно лучше представить родную седьмую школу. Вот этот груз, может быть, давал небольшую тяжесть. Вы педагог в первом поколении? Нет, я уже педагог не в первом поколении. У нас, получается, педагогическая династия. У нас в семье шесть педагогов. Пятеро из них филологи, в том числе моя мама. Она учитель русского языка, литературы и немецкого. Но потом так получилось, что она стала учителем начальных классов. То есть вся жизнь моя прошла, глядя на маму, на ее пример. И поэтому, в общем-то, вопросов о том, кем быть, у меня не было. То есть я знала, что это будет учительство. Мы знаем, что для вас вот этот год, он необычный, он юбилейный. Расскажите об этом. Да. Так опять неожиданно для меня получилось. То есть я потом посмотрела. 35 лет назад я пришла первокласснице в родную седьмую школу. 25 лет назад я ее закончила. И 20 лет назад я вновь переступила порог родной школы, но уже в качестве учителя английского языка. То есть на протяжении 35 лет моя жизнь связана только с седьмой школой. Светлана Николаевна, профессия учителя – это благодарная профессия, на ваш взгляд? Знаете, это очень благодарная профессия. Несмотря на то, что это очень сложная профессия, но когда видишь перед собой глазки детей, когда чувствуешь вот эту отдачу детских сердец и детских душ, вырастают крылья. И хочется делать еще больше. Но это не просто слова, это вот действительно реальная жизнь, да? Это реальная жизнь, конечно. Потому что люди, которые случайно в нашей профессии, они, как правило, долго не задерживаются. И приходят, смотрят, кому-то не нравится, уходят. Ну а если человек уже 20 лет отработал, то я думаю, что это жизнь, это реальные слова, это на самом деле так. Если говорить о конкурсе, городском конкурсе профессионального мастерства, из чего он состоит? Давайте приоткроем некую такую завесу, да? Потому что профессиональное мастерство, естественно, мало кто об этом знает, не из сферы педагогов. Из чего он состоит? Городской конкурс состоял из нескольких этапов. Первый этап был отборочный. Мы должны были представить свой педагогический опыт, актуальный педагогический опыт. То есть поделиться с коллегами, показать членам жюри, что мы наработали за это время. Те, кто прошел этот отборочный этап, они участвовали во втором уже этапе, который состоял из классного часа. То есть мы должны были с детьми побеседовать на одну из тем, которые дети выбирали буквально за 5 минут до начала занятия. И затем у нас был открытый урок. Открытый урок мы показывали на детях других школ, не на своих детях. И я хочу передать огромный привет девчонкам и мальчишкам из второй гимназии, на которых я показывала классный час, и девчонкам и мальчишкам из третьей гимназии. Большой привет. И спасибо большое их учителям. Потому что дети, опять-таки, когда видишь эти глазки, когда видишь, что у них огромное желание тебя не подвести и тебе помочь, это греет, это помогает, это поддерживает, это дает стимул дополнительный. Это был второй у нас этап. И третий этап, те, кто прошел уже финал, участвовали в мастер-классе. Мы показывали мастер-классы и участвовали в открытой дискуссии. Это было уже в январе месяце. То есть с ноября по январь у нас шел городской конкурс «Учитель года-2013». А ваши дети, ваши ученики вас поддерживали? Они следили за этим процессом? Знаете, я не очень афишировала то, что я участвую в конкурсе. Потому что, если бы, конечно, они знали, они бы однозначно поддерживали, они бы постоянно интересовались. Коллеги знали, коллеги поддерживали. Без их поддержки, без их помощи у меня, может быть, и не получилось бы то, что получилось. А детям я не очень старалась афишировать это. Поэтому, когда они узнали, это, конечно, радость была очень большая, потому что они говорили «наша Светлана Николаевна». Вы учитель английского языка, я знаю, что сейчас в городе развито проходить стажировки. Вы стажировались где-то за рубежом? Да, я стажировалась, у меня был опыт пребывания в Соединенных Штатах Америки. Было это, правда, давно, но тем не менее. В 1991 году, еще будучи студенткой Белгородского нашего педагогического института, я проходила стажировку в колледже Луиса и Кларка, это город Портлин, штат Орегон. Поэтому мы учились всю весну, то есть весенний семестр, мы были там обычными студентами. Опыт, конечно, я получила огромный, опыт прежде всего в языке, опыт познания чужой культуры, потому что социокультурный компонент у нас очень важен. Это вот была первая поездка. И вторая моя поездка, это уже была работа в Соединенных Штатах. Я работала в летнем детском лагере, штат Северная Каролина. Я тоже получила огромный опыт, теперь уже педагогический именно опыт, потому что я работала непосредственно с американскими детьми. Вы довольны тем, что работаете в Белгородской школе? Нет желания, нет стремления куда-то пойти дальше? Знаете, стремление и желание, я не могу сказать, что его нет. Но у меня были возможности уйти из седьмой школы. Но опять-таки дети. То есть уйти куда-то, уйти в какую-то другую школу, это значит не видеть вот этих детей, которые у нас. У нас школа обычная, мы не лицей, мы не гимназия. То есть контингент детей, скажем так, не настолько ярок, как в других образовательных учреждениях повышенного уровня. Поэтому я считаю, что я нужна здесь, в моей родной седьмой школе. Потому что детям же из нашей обычной школы тоже приятно говорить, что она же учительница была в Америке. То есть стимул лишний, мотивация дополнительная для детей, это очень важно. Итак, региональный этап конкурса начинается когда? Региональный этап конкурса начинается вот уже 13 марта. И первый этап, очно-заочный, он будет проходить с 13 марта по 29. Тоже мы будем представлять свой педагогический опыт, очно и затем заочно, а потом очно его защищать. И в апреле те, кто пройдут первый этап, будут участвовать в втором этапе. Это опять классные часы, это опять открытые уроки, а финалисты затем уже будут также давать мастер-классы и участвовать в открытой дискуссии. То есть этапы те же самые, но ответственности гораздо больше. А кто ваши соперники, знаете, нет? Нет, этого я не знаю. Но как бы то ни было, кем бы они ни были, я думаю, что победит все-таки тот, кто достоин. Потому что победитель областного конкурса будет представить Белгородскую область на российском уровне. Поэтому пусть победит тот человек, который сможет это сделать наилучшим образом. Светлана Николаевна, спасибо вам огромное за участие в программе. Мы желаем вам успехов, мы уверены в вашем успехе и будем всячески поддерживать. Спасибо большое. Это была программа «Тема», мы говорили с гостем студии. Сегодня это победитель городского конкурса «Учитель года-2013», учитель 7-й школы Белгорода, учитель английского языка Светлана Николаевна Новикова. Увидимся завтра. До свидания.